Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Больше пользы или вреда? Что думают алтайские эпидемиологи о новых рекомендациях ВОЗ по прививкам от ковида? Ждать осталось, когда в Барнауле стартует пляжный сезон и как к нему готовятся. Фантастический вальс, гусарская пулька и мазурка. В Барнауле прошел Ползуновский бал. Сегодня утром на Южном тракте в сторону центра города образовалась пробка. В соцсетях барнаульцы писали, что стояли от 40 минут до часа, чтобы добраться от поселка Южный до развязки на Зменогорском тракте. Обычно это расстояние автомобили преодолевают за 5 минут. В комментариях горожане размышляли о том, что затор мог спровоцировать перенос выходные кольцевого движения из-за реконструкции развязки на Зменогорском тракте. Напомним, старое кольцо временно сдвинули на 40 метров. Это необходимо для переустройства коммуникации, канализации и газовых сетей. В Министерстве транспорта нам сегодня сообщили о планах проведения оперативного совещания с представителями ГИБДД и подрядчиками, чтобы выяснить, стал ли причиной пробки именно перенос кольца. Официальный комментарий получим завтра. Напомним, что ранее барнаульцев заверяли, что до конца 2023 года движение в районе ремонта развязки не поменяется и пробок удастся избежать. Уголовное дело об ограблении ювелирного магазина в Барнауле направлено в суд. Речь идет о хищении на сумму больше 35 миллионов рублей. Происшествие случилось в октябре 2022 года. Мужчина устроился на работу охранником в один из торговых центров Барнаула и решил обокрасть свое место службы. Подгадал одну из ночей и совершил налет на ювелирный отдел. Кража прошла успешно. Как следует из оперативного видео, мужчина успел закопать кольца, подвески, крестики на огороде. Однако все тайное становится явным. Что толкнуло на преступление? Жизнь. Достаточно большая сумма. Вес большой. Не знаю точно. Не считаю. Вы вообще так долго думали, удастся скрываться? На что рассчитывали? Рассчитывал, чтобы удастся уйти. После задержания выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. А в результате ограбления «Ультры» пострадали трое индивидуальных предпринимателей, которые потеряли деньги, ювелирные изделия, имущество. Самохищение оценивают в 35 миллионов рублей. Продолжим. Молодежь из 66 регионов России и 9 зарубежных стран собралась сегодня в Алтайском районе края. В поселке Катунь стартовал юбилейный образовательный форум АТР. Основная тема 15-го по счету молодежного форума – наставничество. А в целом программа мероприятия, которая проходит одновременно на восьми площадках, посвящена трем темам – социальной, управленческой и трудовой. Погружаться в них участники встречи будут через творческие, интеллектуальные, спортивные, патриотические и туристские мероприятия. Участники каждой секции представят свои идеи и проекты. Лучшие задумок имеют все шансы быть реализованными на практике. О них и в ходе форума мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Всемирная организация здравоохранения вновь всколыхнула общественность, в том числе и в нашей стране. После объявления об отмене пандемии прозвучало новое заявление от ВОЗ. Вакцинация от коронавируса не такая уж и полезная, как преподносилось ранее. Изменены даже рекомендации по прививкам от COVID-19. О них, а также о том, как к пересмотру практики отнеслись алтайские эпидемиологи, в сюжете Елены Макаренко. 24 сентября 2020 года. Смелость поставить первую прививку от коронавируса в нашем крае берет на себя главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Ну вот и что, прививочная кампания открыта. Личным примером специалист официальной медицины призывает тогда еще многих сомневающихся к тому, что вакцины от COVID-19 бояться не стоит. Наоборот, прививка поможет противостоять коварному вирусу и спасти уколовшегося и его окружение. Обещает, конечно, то, что очень быстро. Вот как-то быстро, неожиданно. Но мы говорим о том, что технология, на которой основано внедрение всех вариантов вакцин, которые сейчас официально разрешены, она разрабатывалась годами. Спутник, Эпивак Корона, Ковивак. Споры об эффективности этих и многих других вакцин от коронавируса не утихали долгое время. Но официальная российская и зарубежная медицина, а главное флагман вакцинации Всемирная организация здравоохранения, убеждали. Медикаменты прошли массу испытаний, осложнения сведены к минимуму. Прививки позже рекомендовали даже детям и беременным женщинам. Но вот уже после пандемии ВОЗ заявляет, побочные эффекты от вакцинации COVID-19 велики. К примеру, у многих возник тромбоз сосудов, но есть и другие. Другое тяжелое последствие – синдром Гиена-Барре или острый полирадикулоневрит. В одном из известных случаев у молодого человека сначала отнялись ноги, а потом его полностью парализовало. Алтайские эпидемиологи к таким заявлениям отнеслись скептически. Они считают, что только благодаря массовой вакцинации от короны удалось сформировать коллективный иммунитет и избежать высокого уровня смертности. К тому же есть некий регистр, который контролирует Росздравнадзор, и куда вносится вся необходимая информация об осложнениях после прививки. Заключения местной комиссии подтвердить выводы ВОЗ сегодня не могут. На чаше весов строят не только осложнения какие-то, а в первую очередь в жизни человека. И поэтому говорить, а был ли тромбоз причиной вакцинации, а потом мы выясняем, что человек был привит, тромбоз развился не на фоне прививки, а потому что человек не поставил вовремя следующие прививки, просто заболел ковидом. Такие ситуации есть. И вот как синдром этот развивался на фоне заболевания. Я не видела ни одного достоверного источника, который бы сегодня именно привел официальную статистику, и были подтверждены именно эти исследования. Между тем, ВОЗ, больше основываясь на европейской статистике по коронавирусу, принудительную вакцину признала в итоге ошибкой и срочно пересмотрела ее практику. Теперь полностью отменили прививки для детей, а также более чем трехкратную вакцинацию. Но и в принципе она показана лишь людям из групп риска для предотвращения тяжелых форм заболевания. В новых рекомендациях ВОЗ прямо указана, поголовная вакцинация от ковида не только бессмысленна, но и вредна. Многостолетняя практика от момента изобретения вакцин, она свидетельствует, что если инфекция вакцина управляемая, предупредить ее можно только вакцинацией. Алтайские эпидемиологи считают, что соотечественникам и впредь опираться нужно на российский опыт. А он доказывает, вакцина – эффективное оружие в период эпидемии. А ВОЗ тем временем предрекает человечеству еще более опасную пандемию, чем ковид. Елена Макаренко, День с толком. 17-летняя жительница края Ангелина остро нуждается в зарубежных медицинских препаратах. Девушка инвалид, у нее множество заболеваний, жить с которыми она может лишь при регулярном приеме импортных лекарств. По словам мамы Ангелины, их меняют на дженерики, от которых у девушки побочные эффекты. Далее подробнее. Это цифра? Три. А это? Четыре. 17-летняя Ангелина учит цифры, слоги, цвета. Школу проходит на дому с педагогами и мамой. Без ее помощи дочери не выжить. У девушки синдром Дауна, гипотериоз, недостаточность метрального клапана. Одно из важных лекарств с таким букетом – зарубежный препарат, прописанный в Новосибирске. Выписали мы мацетентан для поддержания жизни, так как у нее уже тогда на тот момент гипертензия очень была высокая. Полгода выдавали нужный препарат – мацетентан, а после девушка стала получать максицентан – дженерик. Но по замечанию новосибирских медиков, дженерик вызывает побочки. Больше года Александра пытается решить вопрос, чтобы Алтайский Минздрав предоставлял дочери импортный препарат. «Препарат замене не подлежит. Прописана врачебная комиссия. То у них кода какого-то нет, то они не могут провести врачебную комиссию, то выписка неправильная. Мы ранее тоже давали ей лекарства, ей заменяли Вера Шпирон, заменили на другое лекарство мочегонное. Она у нас сбилась в судорогах дома». Правда, Александра не понимает, как дочери меняют рекомендации, если полтора года она не проходила врачебную комиссию. Мы обратились в Минздрав региона. Там пояснили, что одним препаратом ангелина обеспечена, на другой у больной нет рецепта, третий отгружен и уже находится в аптеке. Об ухудшении здоровья девушки из-за приема дженерика в ведомстве не знают. Дополнительных ходатайств от медицинской организации по месту прикрепления на обеспечение пациентки лекарственным препаратом по конкретному торговому номинованию в связи с индивидуальной непереносимостью в Минздрав Алтайского края не поступало. Две недели девушка была под кислородом. Ухудшения случаются нередко. Поддержать состояние могли бы оригинальные лекарства, но их часто выдают с задержкой, признается Александра. В Минздраве объяснили временный дефицит нужных льготных лекарств отсутствием их у поставщиков. Впрочем, Александра намерена разобраться в вопросе до конца, уже с помощью надзорных органов. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Ежегодная акция по диагностике рака кожи собрала в Краевом онкодиспансере «Надежда» около 500 человек. За последние 10 лет заболеваемость меланомой, самым опасным видом рака, в Крае выросла на 67%. Какие факторы влияют на развитие онкопатологии кожи, когда следует обращаться к врачам и как можно отслеживать состояние родины к самому? Ответы на эти вопросы искал Данил Кузнецов. Жанна Голенко проходит диспансеризацию каждый год. Уже несколько раз врачи Романовского района, откуда женщина родом, обращали внимание на подозрительное новообразование в районе шеи. Эта родинка выросла более 20 лет назад. И хотя она не сильно беспокоит и не увеличивается в размерах, Жанна решила провериться на рак кожи в онкодиспансере «Надежда». Мы приехали вдвоем с сестрой, она в 213 кабинете, Евгения Александровна. Елишенко, она работает в Завьяловской школе, она обратилась в поликлинику. Мы хотели вообще ехать к врачу, а нам в регистратуре предложили воспользоваться бесплатной акцией. И мы приехали. Акцию по проверке на рак кожи в онкодиспансере проводят ежегодно. По словам врачей, чаще всего этому заболеванию подвержены женщины после 60. Виной тому гормональные сбои и нахождение на солнце больше, чем обычно. Но не каждая родинка требует врачебного осмотра. Медики рекомендуют обращаться за помощью, если она начала кровоточить, расти или менять цвет. Первичное обследование врачи проводят с помощью современного оборудования – дерматоскопа. Все потенциально опасные пятна фиксируют. Поэтому их перемены можно увидеть на следующем обследовании. Попиломатоз кожи. Доброкатистый. Однако с хорошим заключением везет не всем. Из примерно 500 человек у 17 продиагностированных подтвердился рак кожи. После первичного осмотра ДНК-материал отправляют на исследование, по итогам которого для пациентов определяют персональную тактику лечения. Иногда подобного сценария можно избежать. Замечательные заморские курорты, на которых обжариваются до негретоидного загара, после которого слезает кожа, это самый провоцирующий фактор для развития меланомы. Как бы то ни было, это первое. Второе. Соответственно, людям такого типа, ну это блондинистые люди, я бы советовал загорать, наверное, до 11 и после 4. Причем в нашей полосе. Однако, если после загара какая-то родинка начала беспокоить, врачи говорят, можно проследить за ней с помощью мобильного приложения самостоятельно. Фотографии делаются через какое-то время, допустим, через 3 месяца, или через 6, или через год. И они сравниваются искусственным интеллектом между собой, по сути дела. И это очень немаловажно. То есть, примерные размеры этих образований можно оценить, выросли образование или нет. И, ну, примерно цвет они оценят и количество этих образований. Пациентам такое обследование сэкономит время. А в регистратуре больницы не копятся очереди. Сейчас онкодиспансер Надежда разрабатывает свое мобильное приложение для жителей Алтайского края. Я понимаю, что это все пожилые люди. Но у них существуют вот такие юные родственники, как вы, которые запросто смогут снять беспокоящую бабушку, дедушку, пожилого человека, так сказать, процесс на коже на свой мобильный телефон и прислать нам. А либо робот, либо специальные обученные люди в лице клинициста посмотрят это все и скажут, это опасно бежать к нам. Либо не опасно живете дальше. Воспользоваться приложением, скорее всего, жители нашего региона смогут к концу года. Также до этого времени онкологи планируют организовать еще несколько профилактических акций. Информацию о дате и месте их проведения опубликуют на сайте краевого онкодиспансера и в его социальных сетях. Данил Кузнецов. День с толком. И еще о здоровье. Сегодня весь мир отмечает День здорового пищеварения. После полезного белкового завтрака наша съемочная группа вышла на улицы города. Узнать, что входит в ежедневный рацион барнаульцев и что для них означает культура питания. Как полезно правильно питаться, на ваш взгляд? Овощи, фрукты, соки свежие, водку не пить. А чем вы завтракаете? Чем завтракаю? Кофе, яйцо, бутерброс. Чипсы, кока-кола, шоколад. Это все вредно. А ты это ешь? Да. А вы? Вот все, что было сказано, я не ем. Хотя чипсы у нас, вот мы вышли с Мариара, вот они. Но это, извините, последние чипсы, да, Сереж? Которые мы едим. А для здорового питания мы взяли мясо, свининку, мы будем делать гуляш. Мясо, это же витамин А, это сила. А мы спортсмены. Сегодня я завтракала овсяной кашей и бутербродом с сыром. А какой самый полезный продукт? Вот постоянно у вас в холодильнике. Наверное, огурцы. Рыба, например, теперь. Салатушки. Если в такое время у нас уже зелень своя, тут скоро будет вырастать. Ну, в принципе, там, ну, молочка тоже. А чипсы? Чипсы я стараюсь избегать. Но нравится? Простите, но нравится, конечно. Мы сами готовим китайские блюда. Свиньи с луком и капуста китайского супа. Мы студенты. Все, что у нас есть, это кафе, фастфуд, вон там, KFC, тут при всех, где мы учимся. Ну, в этой кафешке мы, допустим, поели сейчас салат с яблочком. Рацион человека сугубо индивидуален, но есть стандарт, который следует взять на заметку. К примеру, если говорить о полноценном идеальном обеде, то вот как он выглядит, по мнению экспертов. Обед должен быть максимально сбалансированный и сытный. Обед должен включать в себя крупы или макароны с твердых сортов. Это должен быть высококачественный белок, допустим, это какое-нибудь птица, мясо, рыбка. Это, соответственно, овощи. Он должен быть максимально сбалансирован. Также я советовал бы исключить из рациона газировки, сладкие какие-то компоты и так далее. Все заменить водой. Вода тоже рассчитывается под каждого человека по своей норме. Ну, примерно такие показатели, это как 30 мл на килограмм веса. Для женщины 40 мл для мужчин. Больше водных аттракционов и шатер для отдыха появятся в этом году на городском пляже. В Барнауле продолжается подготовка к открытию единственного в городе бесплатного пляжа на острове Помаскин. Зону отдыха благоустраивают. Эпидемиологи в скором времени возьмут пробы воды и песка. Валентина Аскерова узнавала, когда горожане смогут открыть купальный сезон. Подготовка к открытию пляжного сезона на острове Помаскин идет полным ходом. Приведены в порядок уборные, установлены буйки, работает земснаряд. Он обновляет песчаное покрытие в пляжной зоне, чтобы отдыхающим было комфортно. В этом году на благоустройство городского пляжа выделено 780 тысяч рублей. Сумма на уровне прошлого года. Подрядчик приступил к работе. Помимо дноуглубительных процедур идет расчистка дна от мусора и стекол, а также пляжная зона от веток и коряк. В ближайшее время будет проведено обследование акватории дна водолазами, будет проведено грядирование дороги подъездной. И, соответственно, оставшиеся работы будут проведены на пляже. Это в части разравнивания песка. Роспотребнадзор до открытия пляжа также проведет свои лабораторные исследования. Возьмет пробы песка, речной воды, а также питьевой в фонтанчиках. Что касается инфраструктуры пляжа, то в этом году отдыхающих ждет ряд новинок. В нынешнем году там планируется открытие шатра для отдыха взрослых и детей с зоной Wi-Fi. И также там будут игровые зоны расположены. Ну и будет увеличен ассортимент водных аттракционов. На пляже будет установлен спасательный пост, кабинки для переодевания, лежаки-шезлонги. Пляжный сезон планируют открыть в конце следующей недели, к 10 июня. Если, конечно, небесная канцелярия будет благоволеть, и не осложнится паводковая ситуация, не поднимется уровень воды в Абии. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Фантастический вальс, гусарская полька и мазурка. Студенты технического вуза и участники танцевальных клубов воссоздали эпоху светских раутов. Впервые ползуновский бал прошел 6 лет назад, накануне дня рождения великого русского изобретателя, чье имя носит университет. С тех пор балы уже традиция. В атмосферу погрузилась и наша съемочная группа. Атмосфера, эстетики и роскоши. Красивые девушки в ярких платьях и статные мужчины во фраках. Вальсируя, перенесли гостей в эпоху шикарных дворцовых балов. Мой любимый танец, который мы самым первым танцевали, это как раз-таки фантастический вальс. Он более обширный в плане движений. На самом деле сперва не было понятно ничего, репетиции и все. А когда приходишь в костюме, в такой музей, вся эта атмосфера, конечно, появляется сразу. Все эти дамы красивые в платьях, все эти кавалеры. Это просто неописуемо. Во время подготовки студенты не только учились танцевать, они изучали культуру тех времен, этикет и тщательно подбирали образы. Свой замечательный наряд я буквально утром забрала, его доделали. Мы довольно-таки долго собирались к сегодняшнему празднику. Некоторые наряды нам шили на заказ специально для нас, а некоторые брали в аренду. На Ползуновском балу гости узнали историю танца, о наличии танцев для троих исполнителей, наслаждались живой музыкой и даже учили базовые шаги. Теперь мы поворачиваемся, но со сменой партнеров. В правую сторону. В правую сторону. В четыре. Первый бал в 17-м году посвятили юбилею университета. Однако свое название «Ползуновский» он приобрел позднее, как и клуб старинного танца, основанный на базе вуза. В здании музея мы впервые бал проводим, площадки менялись. Мы проводили в различных досуговых точках нашего города и филармонии. Но вот здесь, мне кажется, попадание очень хорошее. И история, и дух. Добавим, пятый Ползуновский бал прошел в самом сердце музея. А организаторы уже задумываются, чем привлечь студентов на бал в следующем году. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон ошей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова